Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Это видео, точнее его название, совершенно не кликбейт. Есть новости, которые заставили лично меня поверить, что существует реальный шанс, что к январю 2021-го система на основе Ripple XRP будет запущена, а в криптовалюту будет открыт доступ миллиардам людей. Именно поэтому потенциально мы сможем увидеть большой всплеск цен не только на Ripple XRP, но и на Bitcoin, Ethereum, Stellar XLM. На Finextra вышла статья о том, что Европейский Центральный Банк предупреждает будущее государственных денег под угрозой после объявления Facebook о том, что они готовятся таки запустить Libra в январе. По факту Libra является формой корпоративных денег. Мы видим, что государственные деньги начинают бояться. Боятся из-за появления корпоративных денег. Почему это важно? Фейсбук и большие технокомпании, связанные с социальными медиа, являются самой большой угрозой для Центральных Банков, как бы не очевидно это ни казалось на первый взгляд. Помните об этом, пока я читаю эту статью. Точнее, перевожу ее для вас. После утечек о том, что Libra возможно запустится в 2021-м, высокопоставленный чиновник Европейского Центрального Банка предупреждает, на карту поставлено не что иное, как будущее денег. Криптовалюта Libra от Фейсбук готовится к запуску уже в январе, сообщает Financial Times, ссылаясь на трех неизвестных людей, которые участвуют в проекте от Фейсбука. Ассоциация Libra планирует выпустить единую цифровую монету стейблкоин с привязкой к фиатной валюте. Эта новость встревожила Центральные Банки, которым в настоящее время осталось как минимум два года до создания собственных цифровых государственных валют. Член управляющего совета финансового регулятора ЕЦБ Фабио Панета заявил, что после выпуска по сути корпоративных денег компании Фейсбук в январе 2021-го, Европейский Центральный Банк будет вынужден заново изобретать суверенные деньги. Libra может поставить под угрозу монетарный суверенитет. Это может произойти, если выпущенные корпорациями монеты вытеснят национальные валюты в качестве платежного средства. На самом деле, ребята, я сомневаюсь в правдивости этих слов о том, что Центральным Банкам нужно еще пару лет, чтобы выпустить свои цифровые валюты. Я не верю, что им нужно еще так много времени. Вспомните, Крей Дэвид из компании Ripple сказал, что Центральные Банки могут запустить свои цифровые валюты в любой момент. Также он добавил, что не будет единственной цифровой валюты какого-то государства, что будет доминировать в мире. Мы увидим, по его словам, множество таких национальных цифровых валют, и между ними будет некий актив, который будет служить мостом. И этим активом, опять же, по его мнению, будет Ripple XRP. И теперь мы слышим, как чиновник из Европейского Центрального Банка говорит, что им нужно еще пару лет. Кто-то лжет, и как обычно, это Центральные Банки. Они всегда лгут. Но давайте я объясню вам, почему я думаю, что из-за этих новостей цена Ripple XRP может взорваться. Все потому, что в 2019 году, когда Facebook объявил о своем стейблкоине Libra, Центральные Банки не имели другого выхода, кроме как ускоряться в направлении выпуска цифровых валют и подготовки инфраструктуры для новой цифровой финансовой системы. МВФ работает над двумя задачами. Вторая из них – это продолжение работы над инфраструктурой цифрового актива с фокусировкой на улучшении регулятивного фона для участия приватного сектора. Большая двадцатка готовится сделать свою инфраструктуру классом активов с фокусом на улучшение регулятивного фона для приватного сектора. Мы согласны с тем, что так называемые глобальные стейблкоины не могут быть использованы для коммерческой деятельности до тех пор, пока не будет готова релевантная, легальная и подходящая по стандартам инфраструктура. Теперь в 2020 году начинается новая «гонка вооружений» в кавычках, и все центральные банки и правительства подключаются к ней. Все это ускорилось после конференции по международной валютной системе, на которой побывал и CEO Ripple Брэд Гарлинхаус. Кроме него там присутствовали и центробанкиры, которые контролируют триллионы долларов по всему миру. Они обсуждали эти вещи там. Друзья, Facebook фактически разжигает огонь прямо под их креслами. Поэтому я убежден, что это еще один фактор, который заставит центральные банки ускорить процесс цифровизации. Приватный сектор технокомпании Facebook – это самые большие угрозы для центральных банков. И теперь это не только мои предположения, это их личное признание. Я повторяю это раз за разом, чтобы вы поняли. Мы находимся практически у края обрыва, после которого начинается запуск полнофункциональной системы, основанной на Ripple XRP. Причем с каждым днем, с каждым событием этот момент ускоренно приближается. Сначала на акселерацию цифровизации повлияла пандемия. Теперь это делает Facebook и корпоративные деньги. И покупая сегодня XRP, Bitcoin, Stellar, вы фактически предотвращаете тот момент, когда большинство внезапно обнаружит себя у разбитого корыта после тотального коллапса старой, практически антикварной финансовой системы. Мы нашли способ защищать свои сбережения сейчас. И делаем это наперед. Когда золото, драгоценные металлы и криптовалюты будут стоить слишком дорого на фоне ослабления национальных валют, в том числе доллара США, многие будут кусать себя за локти. Но только не мы. Мы, которые готовились к этому. Наперед. Facebook запускает Libro. Это 2,7 миллиарда потенциальных пользователей криптовалютой. Это потенциально миллиарды долларов новых инвестиций в криптовалюту. И в завершение я хочу показать вам одну интересную вещь, которая сейчас распространяется в сообществе Ripple XRP. Суть в том, что XRP будет новым активом для банков, а XLM для розницы. XRP для банков и институционалов Stellar для людей. В этой новой финансовой цифровой системе. Послушайте это, но помните, что это лишь спекуляция, но никак не факт. Пока что. Статья называется «Волна обмана». Джет Маккалипса, учредитель Ripple и Stellar, имеет семейные связи с Федеральной резервной системой и Организацией Объединенных Наций. В 2014 году он ушел из Ripple, чтобы создать Stellar. Так он создал иллюзию, что эти две компании являются отдельными организациями. Ripple и Stellar подобны брату и сестре, каждый из которых приносит что-то ценное в новой мировой финансовой системе. Ripple считается провайдером трансграничных платежей. И с использованием XRP он такими будет на короткий период времени. Но миру не понадобится провайдер, как только заработает Stellar Lumens. Ripple и Stellar это ключи в новой финансовой системе, которая откроется, когда старое рухнет. В самый идеальный момент. Интересно, ребята, что в сообществе Ripple верят, что именно XRP является цифровым золотом, а Stellar цифровым серебром. Хотя люди больше привыкли слышать, что цифровым золотом является биткоин, а серебром лайткоин. Честно говоря, я больше сторонник именно второго варианта. Очень-очень странный пост. Хоть он и не лишен интереса, и к тому же я давно уже видел связи между Ripple и Stellar. Даже то, что их курсы ходят вместе. Но учитывая, что Stellar на данный момент недооценен по сравнению с XRP, видимо, есть больше резона купить именно его. Также этот пост обещает, что с запуском проекта Kodius, анонсированный Ripple еще в 2018 году, нам откроют глаза на то, что на самом деле представляет из себя не только Ripple XRP и Stellar, но и биткоин. Очень интересно. Однако я не спорю с тем, что и Ripple, и Stellar будут использованы в новой финансовой системе. Этому я видел немало доказательств и показывал их вам на своем канале. Старая система в коллапсе. Они смазывают ее раны и перематывают бинтами, чтобы она протянула как можно дольше. Но когда она, наконец, откинется, нас ожидает то, на чем они сейчас ускоренно работают. Ускоренно работают. И кризис здравоохранения вкупе с пандемией, которая сейчас разыгралась, всего лишь отговорка. Еще одна причина, чтобы ускорить переход в цифровую экономику. Запуск Libre Facebook'ом в январе 2021-го это еще один фактор, который ускорит весь этот процесс. А меня зовут Богатейший Див. Спасибо за ваш просмотр и лайк. И я всегда благодарен каждому из вас за вашу активность. Это очень мотивирует меня, и поэтому я работаю сейчас два раза, а то и три раза в день нон-стопом. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!